Плёс 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 Избушки, деревца, опушённые первой зеленью, на лужайке корочки пасутся. Вот и всё. Так просто. Зачем такая картина? Кажется, в ней нет ничего особенного. А между тем, это первый большой успех молодого пейзажиста. На ученической выставке преподаватели отметили эту работу. И Исаак Ильич получил за неё награду – серебряную медаль. Значит, мы с вами недооценили труд Исаака Левитана. Не заметили чего-то очень важного, может быть, главного. Художники говорят – удачная композиция. Это значит, хорошо построена картина, скомпонована хорошо. Ничего лишнего, и всё на своём месте. Поэтому так уютно в этом дворике. А как вы считаете, есть ли здесь солнце? Несомненно, и есть. Хоть Левитана не изобразил солнечный круг, как это делают маленькие дети. И лучики не нарисовал. Где же мы увидели солнце? Вы правы, солнце повсюду. Солнечный свет. Стены домов как ярко освещены. Как же художнику удалось показать этот свет на стене? И что нам помогает понять, что свет яркий? Конечно, тени. Деревца тени отбрасывают. Тени лёгкие, дрожащие, голубовато-сиреневые. А небо какое светлое. Как вы думаете, что за время суток в картине? Мне кажется, что это утро. А трава свежая, сочная, яркая. Сколько оттенков у майской зелени, посмотрите. Художник взял и тёмные зелёные краски, болотного оттенка, коричневато-зелёного, и малахитового. Знаете, такой камень красивый? Малахит, тёмно-зелёный, синевой. А ещё изумрудного оттенка, как прозрачный, горящий на солнце зелёный камушек самоцвет. И светлые краски он взял. Жёлто-зелёные, охристые, сияющие. И в целом, посмотрите, какой красивый колорит. Иначе говоря, какое красивое сочетание всех красок в картине. В детстве, в солнечную погоду, мне нравилось смотреть на всё вокруг через кусочек зелёного стекла. Всё преображалось, как в сказке. Эта картина Левитана напоминает мне счастливое детство. До моей бабушки. Смотрю, и кажется, что возникают звуки. Слышно, как жужжат пчёлы, кудахчут курочки, щебечут птицы. И даже запахи появляются. Пахнет нагретой землёй, травой и цветами. Итак, мы убедились, что солнце здесь есть солнечный свет. Он, пожалуй, даже главный герой картины. А картина называется «Солнечный день. Весна». Исаак Ильич писал её с такой любовью, с радостью, что это настроение передаётся и нам, зрителям. Значит, совсем не случайно Левитана назвали художником настроения. Давайте полюбуемся весенними картинами Левитана под музыку Сергея Рахманинова. Левитана 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И три из них тоже написаны весной Чтобы познакомиться с ними поближе, в следующий раз я приглашу вас в дом-музей Исаака Ильича Левитана До новых встреч!